Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов. Видим в этом серьезные стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности. Возглавляемый Соединенными Штатами коллективный Запад цинично сочетает целенаправленный демонтаж мешавших Вашингтону сбалансированных и равноправных соглашений с продвижением откровенно шулерских схем, создающих преимущества для американской стороны. Цель очевидна – добиться одностороннего военного превосходства за счет новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов при закреплении совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов. Глубокое беспокойство вызывает формирование партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS, которые все в большей степени приобретают черты военного блока. В этом ряду и рост военных расходов стран НАТО и союзников США, планы по наращиванию ядерного потенциала Британии. В условиях ведущейся против нас тотальной гибридной войны никакой основы для диалога с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями и в целом по вопросам стратегической стабильности не существует. Данная тематика не может быть искусственно выделена из общего международного сегмента и рассматриваться в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, как это пытаются представить в Вашингтоне. Разговор по всем этим сюжетам станет возможен только после отказа американских властей от откровенно враждебного антироссийского курса. Любая гипотетическая работа над снижением конфликтного потенциала должна носить комплексный характер, а в ее основе должно лежать устранение центральной для нас проблемы агрессивной экспансии НАТО на восток. Эти принципиальные подходы для нас безальтернативны. Главная проблема состоит в том, что на протяжении длительного времени договор используется странами Запада для решения политических задач, никак не связанных с нераспространением ядерного оружия. Иными словами, для оказания давления или прямых интервенций в отношении неугодных стран, для повышения уровня контроля над ядерными программами государств, не входящих в Западный блок. Такие действия вызывают ответную реакцию в виде завышенных требований в области ядерного разоружения со стороны неядерных государств. К этому можно добавить и инициативы некоторых государств-участников НАТО, пытающихся под флагом разоружения усилить контроль за ядерным арсеналом России и Китая. Рассуждение о том, что ратификацию ДВЗЯИ, мол, не удается провести через Конгресс США, мы воспринимаем как пустую отговорку. Соответственно, мы делаем вывод, что американский политический истеблишмент в ДВЗЯИ не заинтересован. Отзыв России о ратификации договора стал логичным ответом на упомянутые деструктивные действия США, других стран Запада. При этом мы остаемся полноценным участником. ДВЗЯИ недавно завершили создание своего сегмента международной системы мониторинга. Готовы вернуться и к вопросу ратификации договора, как только это сделают Соединенные Штаты. Градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной, цитирую, с размещением там ядерного оружия. Подобные измышления не имеют ничего общего с реальностью. Россия твердо придержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе договору о космосе 1967 года. Последовательно выступаем за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе. Приоритетом для нас остается выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надежные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. Основа имеется проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на конференции по разоружению. С учетом продолжающихся массированных поставок оружия и боеприпасов киевскому режиму, осуществляемых НАТОвцами и их сателлитами в нарушении взятых на себя ранее международных обязательств по контролю за экспортом военных технологий и оборудования, придаем большое значение проблематике контроля над межгосударственными передачами обычных вооружений. В этой связи важно, чтобы страны на национальном уровне неукоснительно реализовывали программу действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием, равно как и регистр обычных вооружений ООН.